Период летних школьных каникул заканчивается. Дети возвращаются домой и готовятся к началу нового учебного года. Как показывает практика, данный период характеризуется наличием для детей ряда угроз, как на дорогах, так и в общественных местах. Поэтому сотрудники органов внутренних дел проводят различные профилактические мероприятия. В этот раз профилактическую акцию УВД Брестского Блсполкома путешествие в страну безопасности мы проводим в детском лагере «Орленок». Порядка 250 ребят, отдыхающих в лагере «Орленок», с удовольствием приняли участие в интерактивных играх на тематических площадках ГАИ и ОМОНа, квесты, викторины, а еще выставки служебных машин и обмундирования. Каждый из присутствующих мог представить себя в роли правоохранителя, сфотографировавшись в предметах экипировки и прокатившись в служебной машине. Самые активные участники мероприятия получат от УВД и спонсоров акции призы. Всех, без исключения ребят, мы угостим мороженым. Правоохранители в игровой форме рассказали воспитанникам об опасностях, которые могут подстерегать на улице. Напомнили о пагудном влиянии алкогольных напитков и наркотических веществ, не оставили без внимания правила поведения на водоемах и в лесопарковых зонах, вопросы правил дорожного движения. Такое пристальное внимание к детям со стороны милиции дает свои плоды. Состояние оперативной обстановки в подростковой среде на территории Брестской области по итогам семи месяцев 2023-го характеризуется положительной динамикой снижения числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, либо при их участии. Самыми распространенными уголовно наказуемыми деяниями, совершенными несовершеннолетними, по итогам июля текущего года по-прежнему являются кражи – 38 преступлений, хулиганство – 15, а также мошенничество – 9. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно снизилось с 15 до 3. Также мы хотим обратить ваше внимание на важность присутствия взрослых рядом с детьми во время их пребывания у водоемов. Особую атмосферу создавали партнеры праздника – открытое акционерное общество, брестское мороженое, белгострах с призами и подарками. Отмечу, что работа правоохранителей с детьми проводится в течение всех летних каникул. Однако родители при этом не должны забывать, что основная роль в воспитании и обучению правилам безопасного поведения лежит, конечно же, на них. Лариса Осмоловович, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.